Полезно видеть людей особенных, полезно с ними общаться, полезно их поддерживать. Полезно для любого человека, даже абсолютно здорового, хотя я таких, честно говоря, в своей жизни не встречал. Мне очень приятно, что сегодня все больше и больше людей обращают внимание на особенных детей. Потому что, если посмотреть честно, то у нас в прошлом году, под общей статистикой Минздрава, каждый третий ребенок, родившийся живым, был с особенностями, был с какими-то болезнями. То есть абсолютно здоровых не было. И мы должны понимать, что если мы не будем этого замечать, если мы не будем обращать внимание на тех, кто нуждается в поддержке и поддерживать их, то мы сами, в общем-то, перестанем быть людьми. Очень важно понимать то, что такие дети, когда рождаются, они требуют особого подхода. И прежде всего особого подхода со стороны родителей. Мы сейчас поставили задачу научить родителей с такими детьми общаться. Мы открыли два месяца назад по нашей инициативе при Тушинской городской больнице школу для родителей с детьми с тяжелыми урожденными заболеваниями, в том числе орфанными заболеваниями, с синдромами. И просто там приходят в свое свободное время врачи бесплатно, психологи, юристы. Приходят люди и рассказывают, как с таким ребенком общаться, что ему необходимо. То есть просвещают родителей. Это прежде всего направлено на то, чтобы такие детишки в первый день своей жизни не оказывались перед выбором, который не им делать, а родителям отказаться или оставить. Я очень много времени потратил на то, что в разных регионах, в разных городах России общался с родителями детей, которые сами объединялись, потому что не было какого-то единого начала, объединительного. Но, как говорится, спасение топающих делал друг сами потопающих. Вот они объединялись в такие группы, особенно родители с детишками с синдромом Дауна. Я встречался с ним и говорил, что чем вам помочь? Он говорит, ну знаете, нам ничем не надо помогать, мы себе сами уже помогли, потому что мы сделали правильный выбор, мы оставили ребенка, мы им занимаемся. Я говорю, скажите тогда, а вот к кому из вас подходили врачи, когда родился такой ребенок, и говорили, откажись от него, вы молодые, родите себе еще практически ко всем. Тогда я стал с другой стороны эту проблему смотреть. Я стал с врачами разговаривать, я говорю, ну как вы вообще можете это делать? Ну как вы можете это делать? Пусть лучше язык отсохнет, чем это говорить. Давайте мы направим усилия на то, не чтобы уговаривать отказаться, а чтобы наоборот сказать, мы с вами, вы не одни, давайте помогать. Чем больше таких людей будет вокруг, тем больше шансов сохранить ребенка в семье, показать ему, что он не какой-то особенный, а он обычный человек. Love you.